Президент подписал постановление о широком праздновании в международном масштабе 1050-летия великого мыслителя и ученого-энциклопедиста Абу Райхона Беруни. Согласно документу, в Берунийском районе Республики Каракалпакстан до конца 2023 года будет построен комплекс Абу Райхона Беруни. Площадью 17 гектаров и организована на его территории деятельность научно-просветительских, культурно-досуговых и туристических объектов. Перечислять наших великих предков в рамках одного комментария просто невозможно. А говоря об Абу Райхоне Беруни, можно долго говорить о его вкладе в ту самую константу современности. Почему константу? Потому как сегодня его открытие — это настольная книга для ученых, философов, математиков, географов, астрономов. А тогда, примерно тысячу лет назад, знания о планете как таковой не было. И именно Абу Райхон Беруни изменил представление о неизведанном и создал фундамент для Мирзулукбека, а затем Коперника и также тот самый глобус, что сегодня стоит в каждом классе. Да-да, именно он за пять веков до открытия Америки Христофором Колумбом предсказал наличие по ту сторону океана обширной территории. 1050 лет со дня рождения Абу Райхона Беруни и по инициативе руководителя Узбекистана празднование его юбилея внесено в перечень торжеств, проводимых под эгидой ЮНЕСКО в 2022-2023 годах. В целях дальнейшего глубокого изучения и широкой пропаганды научно-просветительского наследия великого мыслителя и ученого-энциклопедиста, яркого представителя периода раннего Ренессанса, президент Узбекистана подписал постановление о широком праздновании в международном масштабе 1050-летия великого мыслителя и ученого-энциклопедиста Абу Райхона Беруни. Постановление президента Республики Узбекистан по празднованию юбилея Абу Райхона Беруни совместно с ЮНЕСКО дает новые возможности, открывает новые дороги для того, чтобы более тщательно, с участием международных экспертов и ученых, во-первых, изучить его наследие и в то же время пропагандировать его наследие должным образом не только в Узбекистане, но и за пределами Узбекистана в зарубежных странах. Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла решение отметить 1050-летие Аль-Беруни, и мы высоко ценим инициативу президента, в частности, его указ о широком праздновании в международном масштабе в 1050-летие со дня рождения великого мыслителя и ученого-энциклопедиста Абу Райхана Аль-Беруни. Указ включает в себя широкий спектр мероприятий, посвященных этой дате, а именно проведение углубленных научных исследований в международном масштабе в целях изучения наследия Аль-Беруни Абу Райхана Беруни и публикации их результатов, создание научных, художественных и публицистических работ по данной тематике, издание работ зарубежных ученых на узбекском и карагалпакском языках, создание серии почтовых марок и конвертов с изображением Абу Райхана Беруни. Образовательные и просветительские программы. Это инициатива Узбекистана, и она показывает приверженность правительства защите надлежащему использованию, популяризации и передачи этого наследия следующему поколению. В день 50-летия Абу Райхана Беруни, которому в месячный срок поручено утвердить программу мер по осуществлению мероприятий с конкретным указанием ответственных исполнителей, источников и размеров финансирования, предусматривающую капитальный ремонт и благоустройство территории, расположенных в республике памятников и мест поклонения, связанных с именем Абу Райхана Беруни, включая мемориальные комплексы, установленные в его честь, налаживание международных туристических маршрутов Буюк, Беруни и Меросе. Предстоит на основе концепции, разрабатываемой, согласно мнениям и предложениям ученых и специалистов, строительство в Беруниском районе республики Каракалпакстан до 2023 года комплекса Абу Райхана Беруни, площадью 17 гектаров и организацию на его территории деятельности, научно-просветительских, культурно-досуговых и туристических объектов. Планируется реставрация рукописей и других культурных ценностей, относящихся к научно-творческому наследию мыслителя, создание необходимых условий для их надежного хранения. В рамках постановления дается поручение, чтобы найти все оставшиеся рукописи, произведения Абу Райхана Беруни в зарубежных фондах рукописей, и получить копии этих рукописей, привезти их в Узбекистан и сделать их достоянием исследователей. Ученые республики будут работать совместно со своими зарубежными коллегами над изданием этих рукописей. Они будут включены в реестр рукописей. Также в Каракалпакстанском отделении Академии науки и Академии Мамуна в Хорезме будут созданы и полностью оснащены современные лаборатории. В Каракалпакстане и в Хорезмской области будут созданы новые лаборатории, которые будут оснащены современными оборудованиями для реставрации, дигитализации восточных рукописей, не только восточных рукописей, и других предметов научного и культурного наследия республики Узбекистан. До сих пор такой лаборатории в республике не было. В соответствии с постановлением главы государства к празднованию 1050-летия Абу Райхана Беруни, будет выпущена серия марок и конвертов с символом нашего великого предка. В обращение выйдут серебряные и золотые монеты. Среди средних образовательных организаций, академических лицеев и профессиональных школ будет проводиться международная научная олимпиада Абу Райхана Беруни. Учреждается международная премия имени Абу Райхана Беруни, которая будет присуждаться лицам, а также научно-творческим организациям, сделавшим большой вклад в глубокое изучение и популяризацию наследия ученого и творца. Что немаловажно, в век высоких технологий, Агентство по делам молодежи поручено до конца 2022 года совместно с соответствующими министерствами и ведомствами создать и широко распространить мобильное приложение Беруни и молодежь, куда войдет вся имеющаяся информация о жизни научной деятельности ученого-энциклопедиста. Приложением мы сможем пропагандировать жизнь, творчество и науку Абу Райхан Беруни. Это будет доступно всем. Мобильное приложение будет создан до декабря 2022 года. Будет несколько разделов и очень уникальный и понятный интерфейс тоже. Государство планирует предоставление государственных заказов в целях проведения за рубежом и в рамках сотрудничества с международными организациями различных научных форумов и дискуссионных площадок. В сентябре-ноябре 2023 года в Каракалпакстане и Харизмской области будет организована научно-практическая конференция, а в Ташкенте международный форум, посвященный вкладу ученого Абу Райхана Беруни в мировую цивилизацию. Планируется издание сборников трудов Абу Райхана Беруни на узбекском, арабском, английском, русском языках и фарси. Дано поручение издать труды Абу Райхана Беруни. Во-первых, те, которые еще не изданы, ждут своих исследователей. Их достаточно много. Я сказал, что он написал около 150 произведений. Из них до нас дошло 37. И где-то половина уже издана. Остальные ждут своих исследователей. И его труды будут изданы. И не только труды, которые написаны самим Абу Райханом Беруни, но даже исследования, связанные с наследием Абу Райхана Беруни, будут изданы на нескольких языках. Будут созданы и поставлены спектакли. Выйдут в эфир научно-публицистические и мультипликационные фильмы. А также предстоит поработать над созданием многосерийного телесериала, который планируется перевести на многие языки. Знать и иметь представление о том, что у нас такое наследие и такие предки – это одна сторона медали. На главной стороне должны находиться желания продолжить дело ученого, внести свой вклад в современное развитие и тем самым оставить свое имя в истории. И это в большей степени относится к молодежи. Субтитры создавал DimaTorzok